До этого воскресенья продолжается прием заявок для поиска символа Эстонии. Буквально вчера Даниила Ващенко, представитель организаторов, рассказал нам, какие присылаются уже сейчас заявки и что ждет. Фонд предпринимательства, который организовал этот конкурс совместно с Национальным телерадиовещанием. А сегодня в нашу студию мы пригласили детей, потому что именно у детей развита фантазия. Из одноименной студии они к нам и пришли. Я представляю их поочередно. Это Аня, Максим, Арина и Артур, а также их учительница Наталья Кургус. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Наталья, скажите, вы как-то уже обсудили в своей студии, каким мог бы быть символ Эстонии, или вот сейчас ребята будут рисовать полнейшую импровизацию? И да, и нет. То есть, конечно, мы об этом говорили. Мы говорили о символике, о том, что характерно для Эстонии. Но что сегодня они нарисуют, для меня это тоже будет сюрпризом. Неизвестно, да? А что говорили дети? Вот как они интерпретируют вообще понятие символа Эстонии? С чем у них связана Эстония? В основном это с природу и с тем, что они постоянно видят. Например, гуляя по городу, запоминают какие-то места, где они любят гулять. То есть с этим и ассоциация у них в основном идет. А мы сейчас, собственно, у них и спросим. Пойдем, что называется, в народ. Максим, что для тебя такое Эстония? Эстония для меня это природа и города. А что тебе нравится в природе эстонской? В природе эстонской мне нравится то, что в Эстонии ни тепло, ни холодно. Золотая середина. Не жарко, не мерзнешь. Человек там за окном сейчас минус 20, говорят, не холодно. Это редкий случай. Как тебе не холодно, мальчик? Аня, что для тебя такое Эстония? Для меня Эстония это то, где мы живем. Для меня Эстония это моя родина. Ну, родина, а с чем она у тебя ассоциируется, если вот представить это как рисунок? Что бы ты нарисовала? Вот сейчас тебе это предстоит. Ну, природа. Тоже природа. Они нарисуют, мы увидим. Вечный плохой климат. Ну вот, видишь, мнения разнятся. Вот видишь. Для Максима это хороший климат. Они меня понимают с этими минус 20. Артур, что такое Эстония для тебя? Страна. Родная. Погода нравится? Ну да. Ребята, видишь, как это не могут договориться. Максиму нравится, а мне не нравится. А что ты готов нарисовать, если мы говорим об Эстонии? Ну, цветы, ежа, например, что-то такое. Ежа? Почему ежа? Это связано, может быть, с какими-то военными учениями, силь, например. Я не знаю. Я думаю, что это связано с эпосом Калеви-Поэг, понимаешь? Возможно, кстати. Я подозреваю, что Артур все-таки больше в Калеви-Поэге разбирается, чем в военных учениях. Арина, что такое Эстония для тебя? Для меня Эстония – это родина, тут живет моя семья. А рисунок? Ласточка, природа. Ласточка уже у нас есть. Надо новый символ придумать. Не знаю даже. Увидим, увидим. Я думаю, что тоже нарисует, и мы покажем, расскажем во всех подробностях, что у нас получилось. Да, и попросим, конечно, интерпретировать то, что будет нарисовано. Сейчас мы буквально приступим к практике, после которой начнутся новости актуальной камеры с Екатериной Меньковой. А потом, через полчаса, уже увидим результат трудов наших гостей. Сегодня по-настоящему творческая программа. Мы продолжаем рисовать символ Эстонии со студией «Что такое Эстония», которая у нас сегодня в гостях. У наших ребят начинает уже постепенно что-то получаться. Вот, например, Артур, который собирался рисовать ежа. Давай покажем, что у тебя получилось. У Артура получилось вот что-то такое. Артур, что это? Это, что сначала хотел нарисовать ежа, потом увидел, что это как волк, половина ножка волка, а потом хотел из волка делать собаку. Хорошо, почему у собаки есть колючки тогда на спине? Я еще раз показываю, что у нас получилось. Или это не колючки? Это просто забор. У нас собака за забором. Хорошо, вот у нас есть такая версия символа Эстонии «Собака за забором». Давайте посмотрим дальше. Аня вот сидит, смотрит на таких вот двух замечательных лягушонков, которые тоже изображены с цветами эстонского флага. Подписаны «эста» и «ния». Аня, почему в деле два лягушонка? Потому что в Пяскуло построили специальный проход для лягушек, чтобы их не передавливали машинами. Потому что они нам очень нужны, чтобы ловить летом комаров. Правильно. Действительно, если вы в летнее особенно время года видите, что по дороге прыгает лягушка, не надо ее давить, нужно ее взять, главное не брать голыми руками и перенести в безопасное место. Потому что лягушки очень важны для нашей экосистемы. Максим, давай посмотрим, что получилось. У тебя Максим еще не закончил. Максим еще в творческом процессе. У него пока вот такая вот птичка. Птичка еще не подписана. Максим, что это? Это похоже на ласточку. Это ласточка, которая летит в гадездо. Вот, лаконично. На гнезде написано «Эстония», по-моему. Максим еще не закончил. Максим заканчивает свою работу. Арина рисует обстоятельно. У Арины долгий творческий процесс. Что ты рисуешь? Давай приоткроем, да, телезрителям, пока что у тебя получается. Посмотрим, что есть. А ты расскажешь, что это. Ну, это на камне изображено все, что есть в Эстонии. В Эстонии очень много морей, полей и песков. Еще это изобразило деревню и город. Интересно, здесь есть лягушки? Нам не хватает лягушек. Потом мы добавим лягушек. Мы еще продолжаем вот этот вот творческий процесс. Я так понимаю, что ребята рисуют. Наталья, будете ли вы еще в своей студии как-то проводить подобное? Может быть, поскольку варианты на конкурс еще можно подавать, да? Может быть, студия представит какой-то свой или нет? Ну, вот, судя по работам детей, очень интересный получился результат. Наверное, будем продолжать. Как, в принципе, творческое задание для того, чтобы проводить такие занятия, да? Говорить о том, чтобы, давайте все вместе подумаем о том, каким бы мог быть символ Эстонии. Возьмете на вооружение? Возьмем. Обязательно, да? Потому что решение получилось прям очень интересное. Мне вот очень нравится эта собака, собака за забором. Я, на самом деле, сначала, когда первый раз увидел, подумал, что это скорее все-таки получился еж. Ну, как Артур и собирался, да, нарисовать сначала ежа. Просто он большой и с красным носиком. Оказалось, что нет. Оказалось, что это собака за забором. Как ты думаешь, собака за забором, она злая или нет? Нет. Почему нет? Она же за забором. Ну, думаю, да. Когда просто я написал тогда, что там Кури Куэртлок, да, тогда она была злая. А так, когда я еще не написал, тогда она не злая. Вот. Раз на собаке не написано, что она злая, значит, она абсолютно добрая, как предстает она в глазах детей. У нас, ребята, продолжат рисовать символ Эстонии. А прямо сейчас новость актуальной камеры с Екатериной Меньковой на ваших экранах. Ребята из студии «Фантазия». Я сейчас жду Лену, которая присоединится ко мне вот-вот. А у нас в студии, я напомню, Аня, Максим, Артур и Арина, их педагог Наталья Кургус. Ребят, поднимите свои работы. Давайте покажем нашим телезрителям, что же у вас в итоге получилось. Мы немножко в течение нашей программы говорили о том, что это все значит. Вот, ребята, наконец-то закончили. Ну вот, уже работа до конца оформлена, я вижу. Лягушата прекрасные. Наталья, будете отправлять что-нибудь из вот этого на конкурс? Я думаю, что можно. Вот, например, собака – прям замечательный символ дружбы. Собака ешь за забором, да? Да. Собака – это, по-моему, самая неожиданная работа. Чтобы преграду преодолеть границы, чтобы гости к нам больше приезжали в Эстонию. Может быть, вот у Артура и получилось объединить эти все. Кстати, вот детский взгляд на вещи, он действительно бывает очень необычным и прищудливым, и, наверное, самым интересным. Но, тем не менее, я вижу, что у других детей тоже достаточно хорошие рисунки. И, может быть, еще раз спросить об их интерпретации, уже когда они готовы целиком. Я пойду с другого конца. Арина, у нас рисовала долго обстоятельно, что у тебя в итоге получилось? Ты говорила, что это все представленные символы – песок, море. Да. Ну, тут труд объединяется, дружба тоже есть, путешествия. А как тут видно труд? В каких образах он выражен? Ну, труд вот тут, в городе. Дружба в поселке, а путешествия внизу. Вот самые дружелюбные люди, значит, живут в регионах, а трудоголики живут в столице. Артур добавил своей собаке высунутый язык. Почему теперь у нее высунутый язык? Ну, просто она хочет больше воздуха себе. Воздуха и воды, наверное. Ей тяжело за забором. Бедная собака. Собака за забором бывает кусач. Максим. Максим разрисовала гнездо ласточкина в цвета эстонского флага. Почему? Потому что, ну, иногда мы путешествуем в другие страны, и всегда хочется попасть домой. Это действительно так? Хочется попасть обратно. Каждой ласточке хочется попасть обратно. Знаешь, есть такой же афоризм, что родина у тебя там, где ты чувствуешь, что ты не хочешь больше никуда ехать. Родина у тебя там, где две лягушки эста и не могут держаться за руки. Ты ничего не стала добавлять? Ну, я добавила только не бусики. А так, ну, больше ничего. Я считаю, что в день женского матриархата, вернее, в день матриархата, доминирования матриархата, это очень правильный вариант. Женщина должна быть красивой. У девочки лягушки должны быть бусики? Обязательно. Потому что лягушка принцесса, понимаешь, это не просто такой вот... Я думаю, что не только в день женского матриархата. Всегда у девочки лягушки должны быть бусики, чтобы приходил принц и превращал ее, ну, или просто эста держал бы ее за руку. Ребят, поднимите еще раз работу. Вот что у нас получилось. Мы немножечко о них поговорили. Напомню, студия «Фантазия» и Наталья Кургус, преподаватели этой студии, были у нас сегодня в гостях. А также я напомню, что у нас были в студии Аня, Максим, Артур и Арина, которые представили свое видение символа Эстонии. На наш взгляд, достаточно интересное. Уже ребята сами решат, будут ли они отсылать эти работы на сайт фонда предпринимательства, который организует этот конкурс совместно с Национальным телерадиовещанием. И, кстати, напомню, что срок уже заканчивается в это воскресенье. Так что, если у вас есть свои идеи, спешите. Спешите также в понедельник своим телеэкраном, потому что время нашей пятничной передачи подошло к концу. Но мы вновь вернемся в будущий понедельник в 6 часов 55 минут. Телевизоры, компьютеры, мобильные устройства. www.etvplus.err.e Это тот адрес, на котором можно смотреть нас и в интернете. Так что просыпайтесь вместе с нами в понедельник. Хорошо отдыхайте в эти выходные. И с вами, как всегда, будем мы, Дмитрий Пастухов. И Елена Соломина. Увидимся. Хороших выходных.